дорогие друзья всем добрый доброе утро потому что я надеюсь что вы будете смотреть этот урок утром или днем может быть или даже вечером я нахожусь сейчас в америке в нью-йорке и сейчас здесь вечер но восемь часов разница с израилем поэтому я буду проводить час урок тогда когда буду когда смогу буду записывать и будем его выставлять чтобы не пропадали у вас эти дни изучения тора значит буду идти сейчас я опять по причем буду объяснять несколько притчей две три притчи и получится что мы будем сохранять наш темп не будем пропускать ни одного урока но 7 числа и вернусь 7 марта и мы начнем уже дальше снова вернемся в обычные наши прямые эфиры в 10 утра и так значит 28 глава сейчас я буду идти по причем на сегодня 28 февраля и значит мы идем по 28 глава притчи 28 глава 9 отрывок мы возьмем мы разберем сейчас еще звучит так тот кто отклоняет свое ухо от слушания торы массив ознобишь мотора тот убирать свое ухо от того чтобы слышать услышать понять изучать тору гамфила то то его его молитва тоже мерзость перед богом что это значит всевышний он от первого человека адам решен когда он его создал он хотел от него что говорит а дерево познания добра и зла не ешь то есть есть добро и зло я установил границы между добром и злом что добро что зло это мой мир я тебе его всего отдаю так как первый человек это было отражение всевышнего в этом мире но кроме вот одного это добро это зло их не заменять местами а как ты узнаешь что их не заменять местами ты слушаешь мое указание мою заповедь значит там не если дерево познания добра и зла что делает человек он съедает от дерева познания добра и зла то есть он не слышит он не слушает всевышнего и потом когда он у него что-то просит когда ему что-то не хватает до просьба к всевышнему молитва это когда ты просишь у всевышнего то что тебе не хватает она мерзость перед всевышним то есть ты не хочешь слушать его указания понятное дело что он не хочет слушать твою молитву это очень просто понять когда например к вам приходит какой-то человек и говорит слушай помоги мне деньгами все ты ему говоришь смотри я тебя хочу просто вначале посоветовать что нужно раньше вставать нужно учиться нужно работать говорит нет я не хочу тебя служить ты мне помоги деньгами не твои советы не нужны понятное дело что человек которого просят о помощи но чьи советы не хотят слушать он не очень будет хотеть помогать бог не человек он милосердно намного более добрый чем все люди он весь мир грешников те кто его не слушается содержит есть то есть он их не уничтожает ждет может исправиться может нет то есть доброта и любовь бога она безгранична кроме как здесь он сказал что тот кто уже идет ко мне молиться значит когда человек идет молиться богу он верит в бога но если он перед этим убрал свое ухо от того чтобы слушать тору уроки торы поэтому мы считаем на вайкра платформа вайкра что самое главное это нести знание о боде когда ты знаешь кто такой бог что такое добро что такое зло что такое заповеди когда твои просьбы твои молитвы они будут выполняться но когда люди пишут например да где был бог а где вы были вы когда человек живет и он про бога не вспоминает вообще когда ему хорошо он молчит когда ему нормально он молчит когда только ему плохо он говорит где бог помоги ему говорят так подожди надо же что-то делать заповеди это можно делать это нельзя это добро это зло он говорит нет я это слушать не хочу на этот царь салмон мудреж из людей в 28 главе мишлей он говорит 9 отрывок 28 глава кто отклоняет ухо свое от слушания изучения торы молитва его мерзость перед богом то есть молитва такого человека не принимается такой интересный отрывок теперь еще один отрывок вот я хотел бы посмотреть 28 28 глава 11 отрывок говорит здесь мудреж из людей царь салмон так ха хамба и нав и шашир мудрец своих глазах человек богатый выдаль мы вин их крену а бедный дали то бедное обездоленный легко запомнить дали то обездоленный бедный я кирина будет исследовать он говорит богатый человеку не будет исследовать свое поведение он считает что все раз ему прет раз все хорошо значит все делает правильно и даже если у него какие-то моменты в жизни наступают когда у него что-то не получается не бокал заболел что бедный который завалил делает он расскажет говорит как же мне вообще это же он начинает исследовать он понимает что все время идет по краю богатый все заболел что он горит я пыду врача потом пойду к лучшим врачам потом поедут ещё лучше врача то есть он не понимает что его проблема это следствие его ошибок он не следует себя он считает себя непогрешимым поэтому говорит нам царь Соломон, что богатство иногда на человека тупит, он становится тупо не слышит сигналы Всевышнего и доходит до ситуации что перед крушением вознесения, тоже он говорил царь Соломон, что человек который богатый, он слишком уверен, он грубо разговаривает он уверен в своих словах он уверен в своих поступках и не замечает желтые сигналы светофора тот же самый пример, человек у которого есть деньги, он может совершенно спокойно не обращать на правила дорожного движения, почему? он знает, что он в крайнем случае заплатит адвокатам через суд, заберет права, но не заберет права, значит будет с водителем ездить, он не обращает внимания на те сигналы которые Всевышнему подает что он ошибается, бедный человек, он скорее начнет исследовать свои пути потому что он очень чувствительный у него чувствительность к ударам судьбы но это не судьба, это Всевышний она очень высокая и поэтому он сказал как с этим самым он сказал так мудр в своих глазах человек богатый но умный умный бедняк исследует и третий отрывок давайте посмотрим еще один сегодня значит 28-13 13-й отрывок 28-й главы михасеп шааф лоец лех значит тот, кто прикрывает свои свои проступки очень такие пэша это когда ты прям ну вообще очень сильно ошибся тот, кто прикрывает свои ошибки он не будет у него успеха но тот, кто их признает и оставляет свои ошибки он Всевышний над ним с милостью значит как работает человек, который который не слушает Всевышнего он не верит что Всевышний установил что такое добро что такое зло не верит что Всевышний установил заповеди он значит если что-то он делает не так он что он начинает искать оправдания и он прикрывает свои проступки он говорит да послушайте во-первых это не проступки это раз во-вторых даже если это сделал то то то, значит, перекладывает ответственность на других. В-третьих, ну а что, а где Бог? Если бы Бог не хотел, чтобы я это сделал, так я бы не сделал. То есть, он всячески съезжает с того, что он совершает какие-то грехи, какие-то ошибки, какие-то неправильные вещи. И, значит, в итоге, что с ним будет? Значит, у него не будет удачи. В итоге он все равно, если он уже пошел в неправильном направлении, рано или поздно он упадет теперь. Но тот, кто признает, что он ошибся, Бог над ним смилостивится. Человек ошибся, он говорит, как царь Давид. Он говорит, хатайте, согрешил я перед тобой, он делает шу, раскаивается. Первый человек, когда Бог ему сказал, говорит, как же ты ела дерево, познание добра и зла? Он говорит, я, эта жена, которую ты мне дал, она мне дала. Я дерево не ел вообще. Ты мне дал жену, помощника. Я думал, что все, раз ты мне ее дал, она мой помощник. Значит, ты ее запрограммировал, чтобы она мне только говорила, только хорошие и правильные вещи. Он стянул в себя ответственность. Каин убил Эвеля. У него два сына. Каин убивает Эвеля. Бог ему говорит, как ты мог? Как ты мог? Не, он говорит, где Эвеля? Где брат твой? Он говорит, а что, сто раз что ли я за ним следить? То есть, Бог ему говорит, так вот же ты убил его. Ну, убил. Ну, что делать? Убил. То есть, мы видим, что есть два разных абсолютно подхода к тому, что человек согрешил. Или он признает, и Бог тогда его прощает. Или он не признает, упорствует. И тогда у него не будет никакого успеха. Вот мы сегодня три выучили, три отрывка. Повторили, кто раньше учил. Значит, очень важно. Изучение Торы, тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. Поэтому мы очень хорошо сегодня повторили. Советую вам взять любой отрывок из Торы, с ним пожить какое-то время, повторять его, обдумывать, чтобы он пустил семена в вашем интеллекте. И они прорастают в семена вашей души, дают вам вечную силу, вечность и успех в этом мире. Все, значит, будут в ближайшие дни до 7 марта будут такие короткие уроки. И после 7 марта опять мы выходим обратно в нормальную нашу, с Божьей помощью, без обеда, в нашу нормальную, значит, распорядок изучения Торы. Каждое утро в 10 утра будет урок. Все, всем хорошего дня, до завтра.